друзья всем привет с вами канал observer меня зовут артем и в этом ролике мы поговорим о том как правильно выбрать телескоп новичку тема достаточно интересная обширная я не претендую на звание какого-то астрономического гуру я просто своими словами пытаюсь в нескольких тезисов достаточно кратко объяснить и дать какие-то полезные советы итак друзья начнем с теории телескопа бывают трех основных типов это рефракторы или линзовые телескопы в конструкции которых используются лишь линзы они имеют всем знакомую форму вытянутой трубы интересно тем что наиболее свободны от аберрации и в то же время являются самыми дорогими если сравнивать телескопы разных типов с одинаковой апертурой то есть диаметром главного оптического элемента также нужно отметить что короткофокусные рефрактор являются пожалуй самыми компактными телескопами из всех возможных рефлекторы или зеркальные телескопы основным оптическим элементом них выступает зеркало эти приборы наиболее доступны но в то же время требуют за собой ухода юстировки то есть настройки и чистки зеркал в то же время стоит отметить что на больших апертурах данные модели имеют наибольшую светосилу что полезно не только при визуальных наблюдениях но и при занятии астрофотографией обратите внимание на то что рефракторы и зеркально линзовые телескопы показывают изображение зеркально отраженная слева направо что вполне можно исправить заменив комплектное диагональное зеркало на диагональную призму зеркальные же телескопы показывают изображение перевернутое сверху вниз и исправить это уже достаточно проблематично для этого потребуется редкий аксессуар оборачивающий окуляр поэтому для наземных наблюдений все же наиболее подойдут первые два варианта и последний тип катодиоптрические или зеркально-линзовые телескопы эти приборы в своей оптической схеме используют как линзы так и зеркала основное их преимущество в их компактности они дороже чем рефлекторы но при этом все еще достаточно доступны к недостаткам стоит отнести их низкую светосилу однако приборы высокого класса комплектуются дополнительными оптическими элементами как-то корректор комы редуктор фокуса которые исправляют все эти недостатки и тем самым такие приборы отлично подходит для любительских обсерваторий основными же тремя параметрами для любого типа телескопов будут являться следующий во-первых это уже упомянутая апертура то есть диаметр основного оптического элемента чем больше этот показатель тем больше увеличение будет способен выдать ваш телескоп и даже на небольших увеличениях он покажет более четкую картинку второй параметр это длина фокуса от которой свою очередь будет зависеть уже третья характеристика светосила то есть соотношение апертуры к фокусу нужно отметить что чем выше светосила тем более телескоп пригоден для фотографических целей для визуальных же наблюдений главное чтобы светосила не опускалась ниже значения 1 к 10 иначе телескоп будет слишком темнить вы возможно не увидите даже какие-то базовые достаточно яркие объекты что ж друзья ну а теперь приступим к практическим советам по выбору первого телескопа и первым из них для вас от меня будет следующий не стоит приобретать приборы с апертурой менее 70 миллиметров если речь не идет о каких-то специализированных солнцескопах или например а по хроматических рефракторах которые вы специально приобретайте для занятий астрофотографии по объектам дальнего космоса в целом же бюджетные мелкоапертурные телескопы как правило просто не покажут вам большинства интересных объектов звездного неба с ними вы просто не сможете полностью насладиться всеми прелестями астрономии кроме того как правило такие модели комплектуются достаточно бюджетной фурнитурой пластиковыми фокусерами пластиковыми оптическими искателями с некачественными линзами а также зачастую имеет нестандартный посадочный диаметр под аксессуары то есть их вы даже не сможете про апгрейдить просто деньги на ветер у вторых друзья я бы хотел предостеречь вас от приобретения телескопов тех брендов которые зарекомендовали себя в астро сообществе в негативном ключе да как правило модели от этих производителей стоит достаточно недорого по сравнению с приборами от уже проверенных производителей но тем не менее не стоит на это искушаться скорее всего вы получите крайне низкое качество друзья в третьих посоветовал бы не приобретать зеркальные телескопы с использованием корректирующих линз в конструкции как правило это рефлекторы с использованием сферического главного зеркала в окулярной трубке которых стоит специальная линза которая вдвое удлиняет фокус но при этом она значительно съедает общее качество изображения уж лучше приобретите обычный сферический рефлектор и наслаждайтесь его достаточно приемлемым за свой бюджет изображением ну и в четвертых не стоит скупиться на различные аксессуары пожалуй 50 процентов качество вашего изображения и успеха в астронаблюдениях лежит не только в самом телескопе но и в окулярах линзах барлоу и грамотном применении тех или иных светофильтров также запомните что у прожженных астрономов телескопа могут меняться но их любимые окуляры и линзы всегда остаются с ними ведь они могут применяться практически с любым основным инструментом еще один совет касается недорогих монтировок с автонаведением друзья не стоит зацикливаться на этих устройствах в комплекте с телескопом они зачастую занимают более половины стоимости при этом нужно отметить что ручные монтировки не так уж и сложны в освоении и зачастую лучше вложиться по максимуму в трубу а на монтировку оставить меньшую часть от бюджета на прибор если же вы не покупаете готовый комплект телескоп с монтировкой и треногой а собираете все по отдельности обратите внимание на грузоподъемность треноги и монтировки очень важно чтобы труба не дрожала на этой конструкции иначе это может сильно помешать комфортным и продуктивным наблюдением и так друзья ну а теперь поговорим о том для каких целей какие телескопы лучше всего подходит и начнем мы с самого часто задаваемого вопроса какой телескоп выбрать для городских наблюдений и сразу же развенчаем миф о том что для города нужен телескоп с крайне низкой светосилой для того чтобы влияние засветки не сильно сказывалась на ваших наблюдениях во первых засветка никак не зависит от телескопа она всегда существует сама по себе и не дает вам наблюдать тусклый объект особенно это относится конечно же к объектам deep sky то есть дальнего космоса в большом городе вы скорее всего не сможете наблюдать ни один из таких объектов все что вы сможете смотреть это звезды луну ну и конечно же планеты солнечной системы для города подходит любой телескоп хорошим выбором в этом случае станут классические рефракторы skywatcher 809 или 909 и q2 брессор миссия ар 90 на 900 102 на 1000 127 на 1200 селестрон омни xlt 102 или 120 зеркальные телескопы skywatcher 114 9 130 65 139 на монтировках и q2 или же 150 75 на монтировки и q3 зеркально-линзовые модели skywatcher 127 маг и 150 маг для наземных наблюдений а также для обзорных исследований протяженных объектов дальнего космоса например широких звездных полей а также ярких крупных туманностей галактик отлично подойдут короткофокусные рефракторы которые зачастую комплектуются азимутальной монтировкой и диагональные призмы как раз таки для озвученных целей кроме того нужно отметить что такие приборы достаточно компактные и отлично подходит для каких-то даже пеших вылазок не обязательно при этом иметь авто среди подобных моделей обратите внимание на телескопы mid infinity 90 или 102 а также skywatcher 804 125 или 126 на монтировке az3 для изучения тусклых объектов дальнего космоса а также детального изучения планет солнечной системы отлично подойдут телескопы с большой апертурой особенно рефлекторы и зеркально-линзовые телескопы отметим что для такого рода работ обязательно нужно выезжать за город и дожидаться идеально ясной атмосферы для этих целей наибольшей популярностью пользуются рефлекторы на монтировке добсона например skywatcher dop 6 8 10 или 12 дюймов в обычном варианте или с приставкой ректракта был то есть с раздвижной трубой среди зеркально-линзовых моделей можем посоветовать прибор сили струнных star с е 8 ну и последний совет на сегодня друзья не ленитесь осваивать навигационные программы по звездному небу а также научитесь разбираться звездных картах эти навыки очень помогут вам в будущем и покажут массу интересных объектов я надеюсь вам было интересно если вам понравилось видео обязательно ставьте лайки не забывайте подписываться на наш канал а также нажмите на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе новых роликов на нем если у вас остались какие-то вопросы или есть пожелания по тематикам будущих видео обязательно оставляйте все в комментариях на все ответим все учтем но я с вами прощаюсь всем пока